Илья Голубев три года воспитывается в семейном детском доме «Рубан». Здесь он обрёл по-настоящему любящих людей, заботу и поддержку. А ещё развил в себе творческие способности. Научился рисовать и делать руками различные поделки. Большую роль в этом сыграла его приёмная мама, Людмила Анатольевна. Помимо Ильи, у неё ещё 10 сыновей и дочерей. Хочет сделать нас лучшими теми, которым у нас получше. Поэтому из прошлого я делаю, чтобы мы выросли хорошими, образовательными людьми. В экспозиции «Тепло детских рук» представлены авторские работы в самых разных жанрах и направлениях. Картины, декоративно-прикладные изделия, куклы, украшения, вазы, цветы из бисера, игрушки в стиле Тедди. Каждый ребёнок талантлив, просто способности нужно раскрыть и развить, считают приёмные родители Людмила и Юрий Рубан. Есть результат, есть успехи. И когда дети занимают в международных конкурсах даже призовые места, у меня очень большая гордость. Вот в прошлом году в конкурсе, организованном детским фондом, из 27 мест, 3 места было в нашей семье. По всей Беларуси. Я считаю, что это большое достижение. С детьми занимаются педагоги Центра дополнительного образования детей и молодёжи. Молодой преподаватель Екатерина Витковская в прошлом сама воспитанница семейного дома. В своё время пребывание здесь стало для неё отправной точкой в выборе профессии. Мне это дало смысл моей жизни. Потому что, когда я росла, я не знала, чем я хочу заниматься, кем я стану. Оно ближе к положенному возрасту, к выпускным классам. У меня уже начинало определяться, примерно вырисовывается такой набросок в моей жизни, то, кем я хочу стать, чем я хочу связать своё будущее. С выставкой «Тепло детских рук» все желающие могут познакомиться до конца октября в выставочном зале Бобруйского художественного музея. Время работы с 10 утра до 18.00. Людмила Любимцева, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.